Саня Отхугаева поступила из города Квайса с острой болью в правой ноге. Больной сразу провели обследование и выявили тромб артерии. Прозвучало мнение вывести больную за пределы республики. Но время работало против нее. Терялись драгоценные часы. Необходимо было экстренное медицинское вмешательство, а отправка отнимала достаточно времени. Врачи решили провести операцию – тромбайктомию, то есть найти и извлечь тромб и тем самым восстановить нормальное кровообращение. По сути, это самая безопасная и эффективная методика для избавления от тромбов в периферических артериях и венах. Спустя час после того, как был восстановлен кровоток, у пациентки начались острые нестерпимые боли в левой ноге. Врачи установили, произошла закупорка артерии уже в левой ноге. В результате операция по удалению тромба. Сложность у таких больных вообще заключается во времени. То есть с момента обращения тромбоза должен пройти не более пяти часов. И обычно до данного момента мы таких больных отправлялись за пределы республики. И сбор на поступление в больницу, транспортировку, сбор документов хватило более пяти часов. В связи с этим приходилось очень часто ампутировать конечности, уже не успевали. В данном случае и нам повезло, и больной повезло. Вовремя мы пропировали, тромбы убрали и сохранили обе нижние конечности. В результате хирургического вмешательства всё завершилось успешно. Огромное спасибо нашим врачам. Если бы меня не привезли своевременно из Квайсинской медсанчасти, а здесь не оказалось бы команды врачей, то можно предположить, как бы всё закончилось. По словам врачей, подобные операции можно проводить и в дальнейшем, так как для этого есть всё необходимое – ресурсы и специалисты. Данную операцию можно было делать и ранее, то есть это мы что-то новое не открыли, это не застовка как-то от человека, это общепринятая операция, это в связи с эстетической сложности операции, которую можно проводить. Ну нужно было, наверное, случай. Случай бывает, но, наверное, желание, умение надо. Так что можно это дальше тоже делать. Случай этот уникален тем, что подобные операции не имели места в нашей республике. Больных переправляли за пределы республики, но тем самым теряли драгоценное время, так как в течение пяти часов больному должны оказать экстренное хирургическое вмешательство, иначе больной может потерять конечность. Ниже закупорки крови же не идёт, соответственно, питания ткани ниже закупорки нету. То есть, если так подумать, то через 3-4 часа в ноге ниже этой закупорки идут изменения, которые необратимы. Приходится ампутировать уже ногу. Как показала практика, при экстренных случаях команда молодых врачей показывает слаженную и оперативную работу. И как результат – спасённая человеческая жизнь.